8 июня состоялась отчетно-выборная конференция Славянского района Совета ветеранов войны и труда, на которой были продведены итоги работы общественной организации за 5 лет с 2010 по 2015 год. С подробностями Надежда Неткачева и Александр Косицын. В работе конференции приняли участие глава Славянского района Роман Синеговский, депутат Законодательного собрания Краснодарского края, член Президиума Краевого Совета ветеранов войны и труда Иван Рыбалко, председатель районного совета Григорий Литовко, делегатый от первичных организаций района. Славянский районный совет ветеранов войны и труда – самая большая общественная организация в районе. Она образовалась в 1979 году и объединила всех участников Великой Отечественной войны – фронтовиков, тружеников тыла и старшее поколение наших земляков. Это дало возможность им постоянно встречаться, общаться, заниматься патриотическим воспитанием молодежи. С отчетным докладом за 5 лет работы общественной организации перед делегатами выступил председатель районного совета ветеранов Юрий Бобыренко. Он отметил, что вся работа проводилась в тесном контакте с органами местного самоуправления. Успешная работа районного совета не могла бы быть, если своевременно не подставляли плечо. Краевой совет ветеранов и ветви власти города, регулярно проводимое заседание совета, президиум, семинар, работа комиссий является для нас настоящей школой. Положительно решаются вопросы финансирования, а разработанные методические пособия для городских и районных, окружных и первичных ветеранских организаций стали настольной книгой. Юрий Бобыренко строил работу общественной организации по двум жизненно важным принципам. Каждому пожилому человеку заботу и внимание. И никто не забыт, ничто не забыто. Все эти годы особое внимание в деятельности совета обращалось на военно-патриотическое воспитание молодежи и оказание содействия людям пожилого возраста и инвалидам в решении их социально-бытовых проблем. За отчетный период работы с Советом ветеранов войны и труда проведена большая работа по увековечиванию памяти земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Реставрируются воинские мемориалы и братские могилы в городе и сельских поселениях. И это еще не все. У нас в работе еще очень много мероприятий, которые, я считаю, при нашей общей активности будут реализованы в ближайшие месяцы. В 2014 году по инициативе Совета ветеранов в станице Петровской была проведена реконструкция памятника погибшим воинам. В этом же году, 22 июня, торжественно был открыт памятник труженикам тыла в станице Черноярковской. В микрорайоне Кубриз появился сквер пограничников. В северном округе открыт сквер десантников. Возле свято-успенского храма был установлен памятный знак солдатам, умершим в госпиталях и захороненным на территории старого кладбища. На месте прорыва голубой линии у реки Курка в Коржевском сельском поселении 8 мая 2015 года открылся мемориальный комплекс в памяти солдат и офицеров, погибших при взятии этой линии укреплений. Далее в своем докладе Юрий Алексеевич дал оценку работе базовых первичных организаций и комиссии Совета по разным направлениям деятельности. После основного отчета делегаты заслушали председателя ревизионной комиссии. Всех делегатов отчетно-выборной конференции приветствовал глава Славинского района Роман Синюговский. Мы все знаем, насколько важна и действенная ветеранская организация в Славинском районе. С уверенностью могу сказать, что это одна из самых лучших организаций Краснодарского края, и не раз вы это доказали. За годы работы между районной властью и Советом ветеранов сложилось эффективное взаимодействие и сотрудничество в решении самых разных вопросов, связанных с ведением уставной деятельности Совета. Конференция продолжилась и начались выступления по обсуждению докладов. Все выступающие вносили предложение признать работу общественной организации и ее председателя удовлетворительной. В связи с тем, что Юрий Бобыренко принял решение уйти на заслуженный отдых, конференции было принято решение о выборе нового руководителя Совета ветеранов. Юрий Алексеевич продолжит работу в Совете как активный член организации. По единогласному решению конференции новым председателем общественной организации Славинского районного Совета ветеранов войны и труда избран Вячеслав Салмин, ранее занимавший должность главного специалиста управления образования по вопросам социально-профилактической работы. Затем члены конференции избрали состав Совета и делегатов на краевую отчетно-выборную конференцию, а также другие рабочие органы в соответствии с уставом.